Издательство Эксмо. Олег Рой. Неслучайные встречи. Ваня. От геймера до хакера. Маленькому Ванечке повезло. В отличие от простых людей, которые в эти годы потеряли буквально всё, или не имели шансов это всё заиметь. Обычные люди топтались на грани нищеты, отовариваясь по талонам и простаивая в очередях отнюдь не за дефицитными деликатесами, а за сахаром и стиральным порошком. А люди со связями ни в чём не знали нужды. Ни в еде, ни в модных шмотках, ни в детских игрушках любого толка. Ванечке посчастливилось родиться в семье со связями. Кроме того, его просто любили, а это состояние тоже, как это ни прискорбно, бывает у людей в дефиците. Юный Иван вниманием никогда обделён не был. Но с годами за Ваней всё больше укреплялась слава обаятельного разгильдяя. С первого взгляда он всем нравился, был остроумным, очаровательным, добрым, компанейским. Но стоило узнать его поближе, как люди понимали, что на этого милого, симпатичного мальчика абсолютно ни в чём нельзя положиться. Ваня никогда не держал своё слово, не понимал, что такое ответственность. Зачем? На это всегда были рядом бабушка с дедушкой. Напомнят, подскажут, да и сделают за него. Ему ничего не стоило подвести кого-то. Не со зла, нет, ни в коем случае, а просто по легкомыслию. Ой, прости, ой, забыл. Ну, я нечаянно перепутал. Единственным человеком в семье, кто пытался хоть как-то повлиять на Вани на разгильдяйство, был дед. Он, конечно, прочил внуку военную карьеру. К пяти годам Ваня разбирался в родах войск, легко определял по количеству звёзд на погонах званий военнослужащего и знал, что к пустой голове руку не прикладывают. Однако же по части дисциплины этим всё и ограничилось. Все попытки деда приучить Ваню к упорядоченности и послушанию заканчивались крахом. Ну, совсем бабы тебя разбаловали, сердился Николай Николаевич. Вот погоди, Ванька, возьму ремень. Но внук только смеялся и бесстрашно забирался к деду на колени. Он знал, что все эти угрозы были только на словах и до ремня дело никогда не дойдёт. Стоило деду не то, чтобы шлёпнуть Ваню, а просто повысить на него голос, как на защиту бедного малыша тут же горой вставали бабушка и мама. А когда, скажем, мама или дедушка с бабушкой были заняты своими делами, Ваня с азартом мочил компьютерных монстров. Да так ловко, что мог соперничать с иными взрослыми геймерами, потому что с мышью мальчик начал управляться даже раньше, чем стал говорить. Это не значило, что всё свободное время он проводил за монитором, с удовольствием отвлекался и на прогулки, и на свой аквариум. Нормальный, любознательный и шустрый ребёнок. Но когда Тата окончательно рассталась с Юрой, Катушка глубокомысленно произнесла «Надо минусы превращать в плюсы». «Что ты имеешь в виду?» — не поняла Тата. «Ванюшина увлечение играми», — пояснила Катя. «А давай я попробую увлечь его другой забавной штукой, если ты не против, конечно». Тата уже знала, что её подруга плохого не посоветует, наоборот, что-нибудь скреативит, так оно и вышло. Как-то раз Тату заинтересовала, чем это так азартно увлечены её сын с тётей Катушкой. Прилипли оба к экрану, и вот водят по нему носами, но вроде бы никаких демонов не взрывают. «Смотри», — позвала Катя, — «это твой сын сделал самостоятельно». И Тата с изумлением увидела игру-стрелялку из лука по движущимся мишеням. В стене старого замка зияли многочисленные прорехи. В них, то и дело, появлялись забавные то ли крысы, то ли монстрики, и их надо было поражать светящимися стрелами. Если в монстрика попадала такая стрела, то он рассыпался мерцающими огоньками, а в правом верхнем углу экрана появлялись монетки, и слышалось победное «У-хо-ха!» «Ну, красиво», — пробормотала Тата. «И смешно». «Красиво, смешно», — передразнила Катушка. «А ничего, что эту игрушку самостоятельно сделал твой сын, которому чуть больше пяти лет?» Тата изумилась еще больше. Она, если честно, думала, что они просто играют. Но чтобы ее сын Ванечка сам... Нет, подожди, не могла взять в толк Тата, «Ты хочешь сказать, что мой малыш сам игру эту сделал?» «Именно это я и хочу сказать», — воздела руки к потолку Катя. «Сам, сам!» — приплясывал Ванечка. «Я ему просто показала, как несложные флэш-игры делать», — сказала Катерина. «А всякий антураж, декорации и самих крысиков мастрячили сами из предложенных элементов. Ну, как из кубиков. Это вправду просто. Чтобы не отстать от времени, сама освоила ради хохмы. А вам, пожалуй, и в будущем пригодится». «Игры?» — призадумалась Тата. «Не тупи, подруга, не игры, а зачатки программирования!» — назидательно покачала пальцем Катушка. «Я знаю, что говорю. Не зря так плотно с Витей общаемся. Я чую, куда ветер дует. А дует он в сторону развития IT-технологий. Помнишь, я говорила тебе, что он давно потихоньку программирует? Как он говорит, кодит. Вот как?» — пробормотала Тата. «Да вот так. Вот посмотришь, как это скоро в гору пойдет. Да не пойдет, а побежит. Поэтому налегайте с Ванькой на математику, информатику, компьютерную графику и английский». «Ты думаешь?» — продолжала сомневаться Тата. «Да блин, не думаю, а знаю!» — рассердилась Катя. «Дети впитывают знания, как губка. Раньше сядешь, раньше выйдешь. В смысле, раньше освоить легче будет впоследствии. Ты посмотри, как у него глаза горят. Это ж самое главное. Ему интересно. Он играет. А самое глубокое понимание любого предмета всасывается в мозг именно через игру». «Точно!» — хлопнула себя по лбу, наконец-то прозревшая Тата. «Английский говорите!» — подключилась и бабушка, Зинаида Алексеевна, у которой и знания языка, и произношения всегда были на высоте. Не зря же она общалась с иностранными коллегами. «Математика, говорите!» — подхватил Николай Николаевич. «Как семечки будет щелкать примеры и задачки!» Ваня крутил головой то на одного, то на другого взрослого и заливался счастливым смехом. Он вообще был очень солнечным мальчиком и всегда с удовольствием вникал во все новое в своей жизни, как говорится, играючи. «Если видишь вокруг любящих людей, это совсем несложно делать, уверяю вас. Все, что Ваня делал, приносило ему только удовольствие. А кто же откажется от удовольствия? Тем более количество всегда переходит в качество. И чем дольше Ваня варился в этом соку, тем больше разбирался в том, что делает, и тем сложнее делались задачи, которые он ставил себе уже самостоятельно. Когда Ванюша пошел в первый класс, он уже прилично освоил арифметику, в которую дома играл с дедом и, шутя, подтягивал отстающих одноклассников. Программирование тоже казалось ему очень увлекательной игрой, и он играл в нее самозабвенно. Геймерский клуб, в который он начал ходить, благо тот был в подвальчике соседнего дома, принес ему новых друзей, кстати, приличных мальчишек. Некоторых Ваня даже иногда звал в гости, и мама с бабушкой и дедушкой были довольны. Их мальчик не болтался по улицам с подозрительной компанией, а играл себе дома, все на виду. Он поразил всю семью, когда в 12 лет починил их домашний компьютер, который, как всем казалось, умер навсегда. Школа была неплохая. Родители не зря выбрали углубленку по математике и информатике. Когда у кого-то из приятелей летела винда или случалась другая напасть с железом, всегда звали Ваню. Он был общим любимцем и сверстников, и учителей. Они, скрипя сердце, прощали ему, что, будучи отличником по точным наукам, остальные предметы знал шаляй-валяй и частенько опаздывал. Таким он был легким по характеру и очаровательным душкой. Ну и, разумеется, директору и учителям домашние компьютеры чинил тоже он. Компьютерная починка стоила тогда дорого, да и у мельцев было не так, чтобы много. А у подростка, ну надо же, как бывает, это получалось на диво. Компьютерный бум ведь уже с 80-х потихоньку захватывал страну. Программисты-любители умудрялись писать программы чуть ли не на калькуляторах. В отечественных журналах появлялись рубрики, посвященные человеку и компьютеру, их, так сказать, все крепнущему союзу, с разъяснениями новых терминов, с описаниями новых устройств. Умельцы собирали первые домашние компы из деталей, приобретенных на радиорынках. Вряд ли нынешние программисты будут способны на такие подвиги. В те времена программирование возводили в ранг искусства. Тогда оно и было искусством. А некоторые считали, что это что-то настолько виртуальное, что у него и вовсе нет будущего. Родители доставали из-за границы журналы с более прогрессивными статьями. Виктор из Германии тоже подключился, связи у него было предостаточно. «Прикинь, подруга, Витя с головой ушел войти», рассказывала катушка. «У него с америкосами какие-то подвязки и вроде как на космос будут работать. У него уже ученики. Он быстро все просек и вполне может передать дальше». А у Вити получится все и в любом возрасте, потому что он препод от Бога. Статьи свои по языкам продолжает писать, лекции не прекращает читать. Да и у него голова, не то что у меня. А у Вани появилась новая игра, изучение еще и немецкого. Катя с удовольствием занималась сыном подруги, и второй иностранный дался Ивану довольно легко. Не зря считается, что чем раньше начнешь изучать языки, тем они лучше будут запоминаться. И где один язык, там и второй. А по желанию и больше. Ваня их чувствовал, словно математические формулы. Увы, на дисциплине его это никак не сказалось. А в школе ему обещали протекцию при поступлении в любой институт, иностранных языков, IT-технологий или любой технический вуз. Дедушка, Николай Николаевич Кулешов, спал и видел Ваню в Суворовском, продолжателем военной династии. «Какой блестящий будет офицер!» Мечтательно говорил он. Тата втайне грезила для сына карьерой дипломата. Ну а почему бы и нет? Языки, математика, программирование, стажировка где-нибудь в Лондоне, заграничные командировки, личный водитель, свой дом в Англии. Зинаида Алексеевна делала строгие глаза. Только иньяс, переводчиком. А Ваня? Ваня и не подозревал, какие виды на него имеет семейство, и продолжал свое довольно беспроблемное существование на Ниве геймерства и все глубже закапывался в схемы. На его рабочем столе громоздились платы, паяльнички и целая куча проводов. Домашние ходили мимо в благоговейном молчании, чуть ли не на цыпочках, когда Ваня ваял. Пулешов сделал, спрашивали окружающие друг у друга про ту или иную новую фишечку, будь то игровая шпаргалка-проходилка или апгрейд устаревшей модели компа. И понимающие кивали друг другу. Дополнительные гигабайты, охлаждающие системы, разгоняющие скорость программульки, драйвера. Это все на дороге не валяется, и денег стоит, а специалиста хорошего подипающие. Втайне друг от друга педагоги натягивали его тройки до четверок, покрывали его прогулы, а он погружался в создание очередных программ и прибамбасов и забывал обо всем на свете. Про его рассеянность в школе уже ходили легенды. Как-то раз его потеряли. мальчик не пришел домой из школы, и родители всполошились. В геймерском клубе его не оказалось. Телефон Вани молчал, а далеко не у всех его друзей были мобильники. Тата с Николаем Николаевичем помчались в школу и с удивлением узнали, что Ваня школу не покидал. Выяснилось, что Ваня, настраивая рабочий компьютер в коморке охранника, решил показать ему новую игру, а покуда охранник в нее играл, преспокойно уснул калачиком в кресле. Тата подняла бучу, грозилось, что охранника уволят, но Ваня упросил маму не метать громы и молнии, а пойти домой. К тому же я алгебру уже сделал, добавил Ванечка, чем окончательно успокоил родных. В следующий раз Ваня по рассеянности надел чужую куртку, не замечая, что ее рукава изрядно коротки, чуть ли не до локтей, и мама мчалась в школу с пакетом наперевес, пытаясь выяснить, кого ее сын по нечаянности раздел. Ваня мог забыть про чей-то день рождения, но это было одно, многие забывают, или когда контрольная. Но уж про контрольные бдили одноклассники, звонили и напоминали. Еще б не напоминать, они же все повально у него списывали. Родные продолжали гнуть свою линию. Дед по-прежнему мечтал, что внук пойдет по его стопам, продолжит военную династию и поступит в Суворовское. А там и до дипломатической карьеры недалеко, замечала бабушка. После Суворовского, если его отлично окончить, можно поступить в вуз без всяких связей, с такой-то подготовкой. И лучше, конечно, в иньяс. Суворовское, призадумался Ваня, ненадолго вынырнув из мира кодов и программ. Да почему нет? И нырнул обратно. О том, чтобы поступать туда после четвертого класса, не могло быть и речи. Ребенка замучают дисциплиной, пусть пока побудет просто ребенком, безапелляционно заявила Тата. После восьмого куда ни шло. Он станет старше, собранней. Но какое там. Годы шли, старше Ваня становился, даже, пожалуй, талантливее и умнее. Но ведь частенько бывает так, что одаренность в чем-то одном компенсируется провалом в другом. Так что по поводу собранности. Собранные для поступления документы Ваня преспокойно оставил в маршрутке. Дома забили тревогу, оборвали телефоны диспетчерских. Ваня, разумеется, забыл номер маршрутки и время, в какое он на ней ехал. Восстанавливали это все дедуктивным методом. Приблизительно, путем звонков, расспросов и сопоставления фактов. И что же вы думаете? Удалось? Красную пластиковую папочку в пакете вернули им в целости и сохранности. Мама, бабушка и дедушка сбились с ног, разнося благодарственные гостинцы, конфеты диспетчеру и бутылку коньяка водителю. «Мам, я погуляю!» крикнул, убегая Ванечка за день до вступительных экзаменов. Вечером домой он не вернулся. Вместо этого позвонили из больницы. Оказывается, подростки решили поиграть на стройке в прыжки с одной сваи на другую. Позже это назвали паркуром. Ваня сорвался с одного из столбиков и, неудачно приземлившись, сломал лодыжку. Это бы и ничего. Мог бы голову сломать или позвоночник. Обошлось. Подростки, бывает, повреждают себе конечности по глупости. Но вот как это аукается на остальных? Николай Николаевич, узнав, что любимый внук Ванечка попал в больницу, попал в другую с прединфарктным состоянием. Бледные до синевы женщины Тата и Зинаида Алексеевна разрывались между любимыми родственниками, нося им передачки, лакомства и книги. Ванечка, присмирев, обещал в дальнейшем быть тише воды ниже травы, словно раньше он был грозой района и предводителем мелкой шпаны. Сидя в гипсе, он продолжал ковыряться в любимом железе. Даже будучи в больнице, усовершенствовал несколько медпрограмм, позволяющих привести в порядок картотеку в регистратуре. Учебный год прошел относительно беспроблемно. Но, увы, и на будущий год поступление Вани снова сорвалось. Николай Николаевич хоть и пошел было на поправку, но, видимо, суммарные последствия волнений и стрессов, неудачная личная жизнь единственной дочки и последующие события вкупе с царящей в стране неразберихой окончательно подорвали его здоровье. За несколько дней до поступления Кулешова-младшего Кулешов-старший скончался дома от обширного инфаркта и приехавшая скорая констатировала смерть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова